Значит, очень хорошее пожелание, чтобы ты шёл и дошёл, чтобы ты ждал и дождался. Вот эта книжка дождалась. Я очень рада не за себя, потому что в данной ситуации я даже выступаю не как автор. У меня даже на первой странице написано «Записала Федотова». То есть я именно записала. Я очень рада за Григория Степановича, который, я считаю, что получил очень хороший подарок к дню рождения радио. То есть книжка о себе. И это подарок не только для него, а для его почитателя, а их огромное количество. То есть его знают и любят не только в Перми, но и в регионах. То есть это на самом деле знаковая фигура. В своё время проводилось социологическое исследование, ещё там в 2000-е годы, когда была борьба между Трутневым и Ягумновым. То есть проводилось масштабное социологическое исследование среди пермяков, кого больше любят. И оказалось, что больше всего узнают Трутнева и Барабанщикова. Но вот кого больше любят, вот это я оговорилась, исследование такого не проводилось. Так вот, если бы оно проводилось, я думаю, что выиграл бы Григорий Степанович и Барабанщиков с огромным отрывом. В книге более 50 фотографий. Все фотографии уникальны. Часть из них из личного архива Григория Степановича, а часть представлена таким нашим великим фотографом, как Юрий Кондаков. Он всё это время работал с Григорием Степановичем, и часть этих фотографий предоставил продюсерскому центру «Траектория». А мы можем показывать? Пожалуйста. Зачем нам вскрывать от зрителя? Так. Вначале фотографии, которые мне очень нравятся. То есть вот, по сути, барабанщиков за барабанами. То есть понятно, что это шутка, но это вот такая... Хорошая шутка. Чисто барабанщиковская шутка, да. В книге, то есть она на самом деле могла бы быть в три раза больше, а может даже в четыре. Вот это единственное волевое решение, которое я приняла, чтобы она была в сто страниц. С тем, чтобы человек представил, что он как будто бы сидит с Григорием Степановичем за столом, пьёт чай, и Григорий Степанович своим прекрасным бархатным голосом, похожим на велончель, рассказывает ему о своей жизни, о своих принципах, о том, как он жил, как работало радио, как было раньше. Это очень добрая книжка, просто потому, что вот Григорий Степанович, он на самом деле обошёл как мог все там острые углы, и это очень ностальгическая книжка. То есть для тех людей, которые в то время жили, которые смотрели эти передачи, конечно, они мне все звонят и говорят, нам так понравилось, мы как будто бы вернулись в то время. А где можно встретить эту книжку? Была ли какая-то крупная презентация? Потому что я считаю, что молодым журналистам следует, наверное, знать, да не наверное, а следует знать своих героев, на кого равняться. Значит, презентация была вчера в галерее «Морис Арт». Книга будет продаваться, наверное, в магазине «Петровский». Абсолютно точно её продаёт продюсерский центр «Траектория», телефоны которых можно узнать в интернете. Сколько она будет стоить, честно вам скажу, не знаю. Я боюсь спрашивать у Юлики, во-первых, боюсь спрашивать, где она взяла деньги, во-вторых, во сколько обошёлся этот проект. Честно вам скажу. Потому что я знаю, сколько это стоит. Я бы очень хотела, чтобы книга купилась. Тираж у неё очень маленький, 500 экземпляров. Я знаю, что областное наше радио закупило 150 штук. Огромный им респект. И они сегодня, кстати, именно в эти минуты и секунды празднуют свой юбилей. Желаю им счастья и здоровья. Молодцы. И вообще, конечно, прекрасные, чудесные люди. И ещё одно хочу сказать. Григорий Степанович, о нём нельзя говорить в прошедшем времени. То есть он до сих пор работает. Ну, он не работает в эфире, но он работает на радио. То есть он там готовит передачи к эфиру. Причём, как бы, это свои передачи, которые раньше были записи. И я считаю, что огромный респект руководству телерадиокомпании Т7, которые на это пошли. И которые для человека, который, в общем-то, проработал более 50 лет. И которые, не знаю, там легенды. И для которого это важно сейчас работать. И они дают им эту возможность. Почему это можно только уважать? Я знаю, что должны были какие-то приложения быть к этой книжке. Они будут или... Значит, Григорий Степанович очень бы хотел, чтобы эта книжка была не просто книжка, а чтобы она была, с одной стороны, там, с кино, то есть с DVD-диском, на котором были бы собраны документальные фильмы, которые озвучивал Григорий Степанович. А он озвучивал практически все отличные фильмы нашего пермского телевидения. А с другой стороны, он мечтал, чтобы там ещё был аудиодиск. Но в силу огромного там количества причин, в том числе и проблем с авторскими правами, то есть просто никто не смог эту тему поднять, значит, этот проект не удался. Но я знаю, что Т-7, кажется, для своих гостей, вот, в 150 экземплярах у них, по-моему, будет там аудиодиск. Это очень здорово, потому что вот даже сам вот этот голос, вот эти стихи, которые читает Григорий Степанович, это, конечно, очень щемящее чувство возникает. Как Вы считаете, радио, оно умирает, либо оно переживает там какое-то второе рождение? Вообще, по сути, не только пермское, в общем, если взять. Ну вот, спасибо огромное за вопрос, это вопрос из той же оперы, умирает ли газета. Что радио, что газета, они переходят в другой формат, в интернет. То есть то же самое, как извозчикам, они, конечно, все страдали, что пришла там железная дорога, они работу потеряли. И радищики тоже думают, что они на самом деле, может быть, ай-яй-яй, проводное радио умирает. Проводное радио умирает, но за ним идет взлет нового радио, радио, которое будет в интернете. Потому что я считаю, что пермякам, которые уехали сейчас там в США, в Японию, куда-нибудь в Германию, безумно интересно, что происходит в Перми. И прекрасно, если будет возможность, а может быть, она даже уже и есть, слушать это радио в интернете пермское. А Вы как считаете, умирает все-таки радио? Ну, судя по тому, что мы сейчас вещаем в интернет, не умирает не только радио, но и телевидение. Тут стоит согласиться с точкой зрения Светланы, потому что интернет, я думаю, проникнет. Он уже и сейчас проникает во все сферы, да? Сейчас можно по телевизору смотреть. Поэтому о смерти говорить рано. Ну, у меня такое ощущение, что радио все-таки слушают, не знаю, там, по себе сужу, там, по своим коллегам сегодня беседовали, красную тему. Слушают только автомобилисты, потому что восприятие почему-то сейчас идет только визуальное. То есть это просмотреть какие-то сайты, почитать что-то, там, включить YouTube. Вот я не автомобилист, я езжу на трамвае, но тоже слушаю. Правда, только в трамвае. Ну, видимо, нужно слушать, да, сосредоточенно, и не всегда бывают такие моменты. Картинку можно просто смотреть, что-то там мелькает, периодически обращая внимание. А радио, наверное, как, наверное, и газеты, требует большего внимания, сосредоточенности какой-то. В этом смысле, конечно, требуется больше усилий от человека, чтобы воспринимать эту информацию, да? По тем глобальным изменениям, которые происходят сейчас, называют их цензурой в интернете. Мне кажется, радио, наверное, более-менее положительно влияет на подрастающее поколение. Наверняка слышали, что создали специальный ресурс, который будет контролировать и запрещать сайты, которые там распространяют педофилию, какие-то развратные действия по отношению детей к наркоманию, суициду, пропаганду. Как вы к этому относитесь? К цензуре, в принципе? Ведь в советское время на радио тоже была цензура. Да и везде была цензура, не только на радио. Почему это? Вопрос к Единой России. Нет, никакого отношения к Единой России, просто вопрос многих жителей, которые, наверное, сейчас читают эти новости. Я вам честно скажу, я отношусь к цензуре плохо. Объясню, почему. Дело в том, что вот есть такая вещь, разговор, и говорить нужно обо всём. И говорить нужно в рамках приличий. И приличие, и цензура, это абсолютно две разных вещи, как водка и вода. Вроде бы различия там в одной букве «к», но на самом деле различия принципиальные. Вот разговор цивилизованный нужен, а цензура не нужна. А как барабанщиков относятся к цензуре? Надо у него спросить. В этой книге этого нету. Он говорит только о том, что было не очень комфортно работать, только и всего. Ну, ввиду вот как раз вот этих вот крепостнических, наверное, да? Может быть. Ну, видите, у Григория Степановича была, я считаю, шикарная профессия в том плане, что он ведь работал, он ведь работал как бы не на правительство, он работал не на партию, он работал для людей. У него были огромные возможности говорить с людьми на их языке. Он вел великолепную, прекрасную передачу всех времен и народов пермского телевидения под названием «Третий звонок». Ее любили, но я не знаю, к нему действительно мешки приходили письмами, то есть это не гипербола, то есть вот мешки писем, потому что люди ему писали. И в этой передаче там цензуры не могло быть в принципе, потому что он говорил, вы такие хорошие, вы такие замечательные друженьки, я вам сейчас включу Софью Ротару. И включал Софью Ротару. У него была передача там под названием «Говорят фотографии». Здесь тоже места цензуры нет. Вот он показывал прекрасную фотографию и говорил, посмотрите, какой чудесный вид. У него была передача под названием «Прогресс». Вот здесь цензура, может быть, и нужна была быть, потому что у нас все-таки военный город, и закрытый он тогда был, и, наверное, не все можно было говорить. Но опять же, это с точки зрения секретности, а не с точки зрения того, как бы, противоправительственных каких-то там вступлений. Вы знакомы с творчеством барабанщиков? К сожалению, нет. Вот. Вот. Поэтому я завидую тем, стать приглашенным на юбилей радио, который все-таки получит приложение к книжке. Да, послушают и узнают воочию. Я родился действительно гораздо позже, как было модно там радио проводное. То есть не застал я вообще этих времен. Как сделать так, чтобы память-то существовала? Единственное, что изобрели там со времен, там, средневековья, печатное слово, книги. То есть с помощью этого? Я считаю, что да. Потому что книга все равно это какая-то галочка вечности. То есть понятно, что радио, понятно, что телевидение. Телевидение, кстати, может быть, даже сейчас в большей мере выходит на первый план, как и интернет. Но книга, вот, нечто овеществленное, это очень важная вещь. Даже тиражом 500 экземпляров. Она не читает. Уверяю вас, читают. Уверяю, что читают. Причем именно молодые люди. У меня потрясло, какое у нас прекрасное растет поколение, которое начало читать кавку. Начало читать. Да, да, да. То есть оно как бы... Я поступала перед студентами, мне такие вопросы задавали, что я просто изумилась. Я была не готова к такому интеллектуальному разговору. Я так как-то внутренне подобралась, подумала, как здорово. Да. Вы меня тоже порадовали, что... Ну, это же небольшая часть все равно, которую читают студенты. Вот вы читаете, Василий? Я читаю, да, но, к сожалению, не столько. Слава Богу, изобрели электронные книги, которые можно читать, когда ты не слушаешь радио в трамвае. Вообще, большое спасибо Трактория. Я знаю, что... Знаю по своей профессиональной деятельности, что у них есть еще одна такая монографическая книга, тоже альбом Юрия Силина. Да, да, да. Да. И презентация будет в ноябре. Юрий Силин очень долго работал в театре, был директором музея. У него скопился огромный архив, потому что он везде ходил со своей камерой. И вот то, что еще одна книга появится, я думаю, что продолжить эту историю, это очень здорово. И спасибо этому продюсерскому делу, каким образом они это осуществляют. Да, это удивительно, но только-только уже не испытываю к ним. Ну и уже с предложением к нам выходили сделать книгу о театре. Я видела макет этой книги. Вот все, кто слушает, очень вас прошу, если вы увидите эту книгу в продаже, купите или хотя бы пролистайте. То есть это пермь, которую вы никогда еще не видели, то есть это пермь, которую любят. То есть там такие фотографии, там такие люди, вот именно 60-х годов. И причем, насколько я знаю, их передала вдова Юрия Силина, и причем она сама не знала, что у нее есть, она просто стала сканировать вот эти старые фотографии. И когда она их отсканировала, она поняла, что это просто вот перед ней, она этого не знала сама. То есть она моложе, она много лет, на 20, наверное. И она изумилась тому, каким богатством она владеет. И вот она решила издать книжку и обратилась там к девочкам, и они тоже ее поддержали, и тоже молодцы. — Вообще на таких героях, наверное, нужно как-то воспитывать поколение все-таки, давать больше информации. Есть еще замечательный Константин Березовский, Константин Алексеевич, это режиссер фильма «Иван Семенов». Мало его кто куда приглашает, и, наверное, нынешние дети это вообще не знают. Кто такой Иван Семенов, кто такой Константин Алексеевич Березовский, что это вообще такое? Как с этим быть? Ну, это, конечно, философский вопрос, как быть, нужны ли там герои на их основании воспитывать. У детей сейчас другие герои? Ну, сравнительно у детей лет 18, да? Там, не знаю, там, Навальный, Ксения Собчак, либо еще кто-то хуже. — У каждого поколения свои герои, тут как бы можно по этому поводу долго плакаться. Наверное, кто-то не вспомнит Ксению Собчак и Навального в будущем. Поэтому герои уходят и приходят, а благодаря вот этим книгам все-таки слова не вырубишь, да? — Книги и в том числе, наверное, театры. Потому что люди... Как вообще вы смотрите? В 90-е, по-моему, очень было затишье, да? Не ходили люди в театры почему-то, не хотели. — Я могу рассказывать только о том, что сам слышал, потому что не был свидетелем, да? Потому что не из Перми в театр в это время. По объективным причинам посещать не мог. Ну да, в 90-е годы был спад. Я думаю, что был спад не только там, в театрах. Зрителей было очень мало. Слава богу, сейчас мы на подъеме, и за сентябрь, раскрою вам тайну, вернее, за октябрь, у нас посещаемость 95%. Это такой... Мы немного боимся, что... Вот взяли такую планку, ее же теперь нужно не снижать. Надеемся, что получится ее удержать. Ну, получится... Как заманиваете зрителей? Да, получится удержать, я надеюсь, за счет того коллектива, который сложился. И тут могу перейти сразу к новости, которую я приготовил. Новость пришла сегодня о том, что наш кларонетист, дирижер Валентин Олюпин взял первую премию на конкурсе в Италию, на международном конкурсе кларонетистов. Сразу скажу, что осень — это просто невероятно богато на призы и премии. Это уже четвертое за последний месяц. До этого, буквально пару дней назад, мы узнали о том, что наш царист Гарри Агаджанян приехал тоже из Италии. Но, правда, конкурс проходил южнее, на Сицилии. Он взял вторую премию, но фактически стал победителем, потому что первая премия так и не была вручена. Чуть раньше еще один кларонетист музыки «Этерны» взял премию на очень престижном конкурсе в Мюнхене, который проводит Баварское радио. А еще раньше наша солистка, звезда, которую открыл Теодор Курендис, Надежда Кучер, взяла гран-при, ни много ни мало, на конкурсе вокалистов в Нидерландах. Вот эти успехи, конечно, невероятные успехи, дают возможность говорить о том, что интерес к театру не пропадет. Ну, собственно, всех этих людей можно увидеть и услышать в театре. 5-го числа, кстати, у нас будет симфонический концерт, где Валентин Урюпин будет солировать. Думаю, что зрители смогут оценить его мастерство. Вопрос вам задавал про чтение, вам задам про театры. Вот такое, будем квитом называть. Входите в театр? Да. Какие любимые пермские недели? Ну, конечно, театр оперы и балета. Последняя была 22 октября на Жизеле, а перед этим 21 октября у нас был концерт классической музыки в фойе. Да, это серия камерных концертов, музыка для нас, которая в течение всего сезона проходит у нас. Да, причем я была не одна, я водила, сюда приезжал в Пермь очень известный эксперт аукциона Кристи, русского отдела, Валентин Васильевич Скурлов. Он приезжал сюда с частным визитом, куда повезти, естественно, в театр оперы и балета. И он был просто потрясен. Он потрясен, во-первых, как бы мастерством исполнения на камерном концерте. Он был потрясен тем, что не было ни одного свободного места, там же было фойе, и при этом у народу было битком, включая там детей, пенсионеров, причем нормальных. Он был потрясен тем, что у нас молодые музыканты. Ему безумно понравилась Жизель, он все прочитал. Какие худенькие, что же с ними делают, почему же они такие худые? Но, опять же, обратил внимание, что очень молодой оркестр. И, конечно, вот наш театр оперы и балета, он сейчас на взлете. И было бы здорово, если бы вот это длилось и длилось, то, что сейчас происходит. Современное искусство, как вы, так скажем, классического склада относитесь к современному искусству, которое вот вы на взлете, все понятно, но поддерживают почему-то других или нет? Вы что имеете в виду, кого поддерживают? Театр как раз поддерживают у нас, например, и балеты. Нам грех жаловаться на поддержку со стороны. То есть у вас все хорошо? У нас все хорошо, да. Мы не жалуемся. А насчет зрителя? Ну, вот постоянно это действительно есть, те, которые приходят как фишка пельми. Но почему-то массовая раскрутка, вот в средствах массовой информации, про это я говорю, идет на Бориса Мелграмма, вместе с его театром-театром, театр-сцена Молот, музей современного искусства, вот на что-то новое. Вы в тренде? Ну, нужно сказать, что поскольку у нас в регионе один музыкальный театр, мы, может быть, даже вынуждены не специализироваться на какой-то области искусства, на современной опере или на классическом балете. У нас в репертуаре есть все абсолютно, на любой вкус, цвет, от 0+, как говорится, до 18+. Если там комментировать ваши высказывания по поводу музея современного искусства и истории с Борисом Мелграммом и его вторым пришествием в театр-театр, я думаю, что в том числе в центре внимания сейчас и Теодор Курензис, потому что мы испытываем интерес, как бы и с точки зрения той цифры, которую я озвучил, посещаемости, и с точки зрения интереса со стороны средств массовой информации. Здесь есть такой странный нюанс, что театром и Теодором Курензисом больше даже интересуются и федеральные издания, и международные, потому что к нам ежемесячно приезжают корреспонденты, журналисты, коммерсанты, ведомостей, недавно были из французского канала «Арте». Чего не хотели французы? Французы снимали фильмы Перми, в том числе они приходили к нам, я знаю, что они были на фестивале пространства режиссуры и брали интервью у господина Гельмана, поэтому мы отсутствия интереса на себе не ощущаем. Возможно, не так наши пермские средства массовой информации подкованы, но, как говорится, у нас в Перми проблема с музыкальными критиками, у нас в всей культуре пишется на Юлия Баталина, да, и о литературе, и о театре, и о концертах, и прочее, прочее, прочее. В этом смысле в Перми есть проблема, и, наверное, поэтому нет такого шквального, да, может быть интереса, и тут проблема могла бы быть решена, наверное, если бы у нас все-таки появилась консерватория, но вопрос сейчас много замяли со сменой власти в регионе. Мы надеемся, что он когда-нибудь снова возникнет. Хорошие надежды у вас? Просто вспомнилось сразу, сколько баталий и сколько рассуждений было насчет консерватории в Перми. Нет, ну, если вы читали сегодняшнюю ленту новостей, Министерство образования опубликовало некий рейтинг вузов, да, где попал наш Институт искусства и культуры, а теперь Академия, как неэффективный вуз. Да-да-да, я читала, и ПИД-институт, и там еще, по-моему, спецыки с 12 вузов. Да, ПИД-институт, и Чайковский, в общем, основной филиалы. Да-да, и Академия художества даже попала. Да. Это довольно странно со стороны Министерства образования, хочу сказать, потому что они же присвоили Институту звание-незвание, но статус Академии. То есть, о чем это может свидетельствовать? Есть такое рассуждение по поводу культуры и по поводу образования на уровне слухов, чтобы никто не придрался к словам. Есть дворцы культуры, которые также, выражусь, гнобят, сокращают финансирование, ни о чем, о них нигде не говорят, и потихоньку-потихоньку они затухают. Ходят слухи, что их хотят обанкротить и продать. То же самое говорят про ВУЗы. Вот как раз этот трейдинг. Можешь говорить о том, что есть такая струна. Не знаю, правда, зачем. Господин Кусаргин тут решил вернуть до Калинина обратно. Вот, да. Поэтому не знаю, насколько это правда. Но то, что вообще в этот список неэффективных ВУЗов попали, конечно, в основном педагогические ВУЗы и институты искусств и культуры. А может это из-за того, что не ходят студенты туда? Ну, вообще, на самом деле, насколько я помню, критерии, по которым оценивали, они, может быть... В общем, методику оценки, наверное, можно обсуждать. Наверное, она не должна быть одинаковой для всех. Ну, и потом, каким образом, да, оценивать эффективность институтов культуры и педвузов, наверное, мне кажется, главный критерий — это пошли ли работать в ту сферу студенты бывшие по своей специальности, которую они закончили. Очень мало. Очень мало. Вы согласитесь. Ну, наверное, да. Другое дело, что, понимаете, высшее образование в сфере культуры, оно что дает? Оно дает широту. Человек, который, допустим, получил гуманитарное образование, он, на самом деле, готов к переменам. Потому что кто знал, что в 90-м году кто мог представить, какой бунт переживет, допустим, сотовая связь? Или, допустим, что у нас появится биржа, да? То есть, в принципе, никто этого не предполагал. Мы не знаем, что будет еще через 10 лет, к чему готовиться. И вот именно гуманитарное образование дает вот эту широту, то есть они готовы к неизвестному, я бы так сказала. А технари. Очень большой упор сейчас и глава государства, и вообще все руководство ставят именно на инженеров. Меня это возмущает, как гуманитария, потому что дети гуманитарного склада ума, их просто будут сейчас ломать, получается. Вот мы с вами все гуманитарии, я так полагаю, сидим. И даже наш координатор, самый большой и важный, Влад, зачем такой упор обратно на рабочие силы? Почему бы... Можно же их развивать не относительно гуманитарных предметов, там, говорить, что их нужно сокращать. Идеально сокращают на места. Не только бюджетные, но и платные. Как с этим быть? Может быть, всем возмущаться? Знаете, я сегодня читал материал на СНОБе, как раз касающийся этой статистики Министерства образования. И там приводится такая точка зрения, что вот расплодили интеллигенцию, она потом себе белые ленточки вяжет и ходит на митинги. Все, надо прекращать с этим. И только технические вузы поддерживать. Поэтому они у нас очень эффективны. Рабочим классом управлять легче. Это показало революцию 1917 года. Не соглашусь я с этим. Вот никак. Почему гуманитарий должен страдать? И так в культуре действительно никого нет. Я два года до телевидения работал в Дворце культуры, Дворец культуры Пушкина. И там сидят ведь вот прям вот уже вот... Бабушки божьей одуванчики. Уже, да. Уже одной ногой там, можно сказать. Уже ничего нового не придумывают. Зрители, жители туда вообще не ходят. Никому ничего не интересно. Посещаемость там человек 100 в месяц. Или как раз смысл есть закрыть? Или нужно перестраиваться? Вот вы перестраиваетесь. Пресса тоже перестраивается, уходит. Даже радио перестраивается. Очень бы хотелось узнать мнение Барабанщикова. Вы же с ним общались, наверное, как-то. Я спрошу у него, передам вам. А как зрители узнают? Тогда вы к нам еще раз придите. Хорошо. Вообще, в целом, как вы оцениваете состояние культуры в России? Нового министра. Новый министр пообещал финансово поддерживать выпускников в ГИКа и финансировать их дипломные работы. Я вижу в этом положительный шаг. Не знаю, надеюсь, что его следующие шаги будут столь же удачными. Очень странно, что культурой руководит человек как-то мало связанный с ней. Либо так должно быть, либо нет. Вот смотрите, даже у нас по региону сият экономисты в министерских креслах. И давно ведь говорили, что министром образования должен быть учитель. С выслугой летом, через все ступени, либо преподаватель вуза. Культура, естественно, кто-то из культуры. В нашем случае все-таки господин Протасевич является музыкантом бывшим. Поэтому тут это соблюдено, так сказать, правило. Не знаю, как прокомментировать. Честно говоря, особо так вот не размышлял на эту тему. Где во всех листерах должны быть прямо... Государству, может, следует больше уделять внимание как раз именно этой теме. Духовному воспитанию. Или нет. Или все-таки экономика. Но они экономикой не занимаются. Сейчас рассуждают насчет запрету курения. Там сайты запрещают. Когда что-то глаза закрывают. Нет, ну... Наверняка от экономики это тоже зависит. В, так сказать, благополучной Европе театры живут еще лучше, чем мы. И для них 95% посещаемости – это вообще норма, мне кажется. Как ни странно, в Европе больше любят оперу, а не балет, кстати. Поэтому есть такая зависимость. Чем лучше жизнь... Это показывает, как бы, тот пример, о котором мы с вами говорили, что в 90-е годы был провал, да? В театры не ходили, и были полупустые залы. А сейчас, когда... Ну, мы живем более-менее, по сравнению с теми временами, благополучное время, я извиняюсь за тавтологию, и испытываем такой подъем. Пожалуйста, а вот можно я немножко в другую сторону разговору веду и спрошу у Василия, раз уж он сидит. Вот я абсолютно согласна с вами, в Европе Безумно любят оперу больше, чем балет. И я была на закрытии прошлого сезона в театре оперы и балета, и я поняла, почему. Потому что на самом деле это нечто волшебное было. То есть это, как сказал мой муж, который рядом со мной был, он сказал, я теперь понимаю, почему в прошлом веке значит, зрители выпрягали лошадей и везли актеров на себе. Потому что это действительно опера, она дает восторг. В этом сезоне будут ли какие-то премьеры оперные? И куда будет упор, все-таки на оперу или на балет? Поскольку мы театр оперы и балета, мы не имеем права делать упор на том или на другом. Оперные премьеры точно будут. К сожалению, нам пришлось по техническим причинам перенести премьеру оперы Прокофьеву Дуэйни. Просто вовремя поставщик нас немного подвел, и мы не получили металл, из которого должны были сделать, что художник задумал по сценографии. режиссер Андрей Сжагарс, директор искреннециональной оперы. И его команда, они придумали такое решение, что все действие происходит в порту. И перенесли место действия из XIX века в 70-е годы. Поэтому на сцене будет выстроен настоящий морской порт с семью большими контейнерами. В общем, это будет очень яркое зрелище. Прямо мы сильно жалеем, что не выпустим это в ноябре, но надеемся, что все получится в марте. Ну и, кстати, в декабре у нас будет премьера детской оперы «Малахитовая шкатулка». Ситуация в данном случае уникальная. Опера написана нашим пермским композитором по совместительству главным хронистерам театра, заказанным театром. И, собственно, постановочная команда тоже наша. Режиссер Ольга Энс, художник и постановщик приглашенный, Галь Солодовникова. Она, может, вам известно, у нее много было работы в сцене «Молот», ну и с нами она сотрудничала. В общем, будет такая новая детская опера. На, в общем-то, наши, так сказать, «Мейден Пермь» темы, да, Бажов, его сказы, «Малахитовая шкатулка» и так далее, и так далее. Здорово. А 31 декабря «Щелкунчик» будет? Обязательно. 31 декабря «Щелкунчик» будет. То есть когда билеты появляются? В начале ноября или когда? Билеты уже появились в продаже 30-го числа, поэтому, господа, те, кто хочет и мечтает попасть в Новый год на «Щелкунчиках», у вас остается все меньше и меньше шансов. Вот сегодня я смотрел, практически зал полон, да, поэтому стоит поторопиться. Благо будут «Щелкунчики» еще и в январе. Слава Богу, наш балет нынче на Новый год не уезжает. На гастроли, правда, уедет после Нового года. Поэтому жалобы, что пермского балета нет на нашей сцене все-таки будут, но мы стараемся решать эту проблему. Как раз-таки главный балетмейстер театра тоже готовит большой балет с пермским хореографическим училищем. Будет он называться «Принцесса Флорина». И делаем мы это с той целью, что когда нашего пермского балета, нашей пермской труппы нет на гастролях, чтобы мы могли все-таки радовать наших зрителей балетным искусством, которое будут представлять ученики пермского хореографического училища, не менее прославленного, чем театр. Ну это уже добрая традиция пермяков, наверное, посещать. У кого-кому удается, да, щелкунчик 31. Мне никогда не удавалось. У меня возникало два года подряд желание. Спросили, вам надо завтра бежать в кассу театра и срочно покупать билеты. А работаете? Да, мы работаем с 10 часов. Как же так? Я тоже там буду ровно в 10. За билетом? Да. Если что, на меня очередь занимайте. Хорошо. А как вы относитесь к празднику День народного единства? Вот у нас времени совсем мало осталось, да. Я лично отношусь как к дополнительному выходному. Больше никак не отношусь. Ответ короткий. Вы так кивнули? Я тоже никак не отношусь. Для меня этот день, когда у меня мама делает беляши с мясом. Я очень этот люблю день. На этой вкусной ноте? На этой вкусной ноте, да. Малость грустной ноте, но все-таки один день выходного будет у нас с вами в кармане. Не забывайте, что День народного единства – это все-таки государственный праздник. У нас в Перемине состоятся празднования с часа дня 4 ноября на Пермском Арбате. На сегодня мы обращаемся с вами. Прямой эфир будет еще продолжен. А с нашими гостями мы увидимся и одновременно. Прямой эфир будет еще продолжен.